Владимир Иванович с гордостью показывает свой первый радиоуправляемый самолет. Он до сих пор бережно хранит его как память о своей той, крылатой жизни. Это очень сложный самолет. И он полетел с первого раза? Полетел, с первого раза полетел. Старый аэродром, знаете, где был? Вот там мы запускали. И смотрю, из города бегут дети. А где это? Кто это делает? Ну, я ему говорю, такой-такой адрес. У нас детей было. Любовь к самолетам у Владимира Ивановича появилась еще в детстве. Вспоминает, как отец подарил ему игрушечную тележку. С нее-то все и началось. Я ее разломал и сделал из него самолет. Это был сороковой год. И потом пошло и поехало дальше. Потом, будучи школьником, он сумел запустить двигатель, который был просто наглядным пособием в кабинете физики. Я запустил этот двигатель. Вся школа, все дела бросила. Он же шумит. И тогда, значит, у меня в классе девочка говорит, о, Володька, ты какой. А в 1968 году Владимир Краснобрыжий уже в команде Анапской станции юного техника учит школьников конструировать модели самолетов. От желающих записаться в кружок не было отбоя. Теперь вся история, как и сам кружок, в руках ученика Владимира Ивановича. Молодой педагог Олег Меньшиков достойно продолжает дело своего учителя, которое и спустя более полвека окрыляет юных техников покорять новые высоты. Те знания и опыт, которые Владимир Иванович передал мне, они у меня накопились. Достаточно большой багаж. И хочется им поделиться с подрастающим поколением, чтобы ребята тоже имели понятие и представление о небе, о полете и о том, какая веревка держит этот самолет. Обучение многоуровневое. Именно так учил Владимир Краснобрыжий. Первые модели, сделанные руками школьников, это бумажные самолетики. Потом плоские воздушные змеи. Далее ребята делают схематическую модель планера. И так, от простого к сложному, юные техники учатся строить радиоуправляемые модели самолетов. А это мост-полет. Его название XT-300. Он создан для выполнения фигур высшего пилотажа. Семену Каремулину 13 лет. Мечтает стать инженером-конструктором. Говорит, что такой опыт – отличное подспорье для его будущей профессии и не только. Это работа с инструментами, различная электроника. Это все очень интересно. И я считаю, что это очень пригодится будущему мужчине. Вместе с Семеном в кружке ежедневно занимаются около 13 юных техников. Ребята – неоднократные победители краевых и всероссийских конкурсов. Их лучшие крылатые модели были представлены на гидравиасалоне в Геленджике, выставке от винта в Екатеринбурге и даже в Госдуме на фестивале научно-технического творчества. Нынешний руководитель кружка Олег Меншиков уверен – впереди еще много побед и взлетов. Но все они возможны только благодаря тому, что однажды их общий самолет во главе с капитаном Владимиром Краснобрыжем набрал нужную высоту.